В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Исполком Горсовета одобрил проект бюджета 2018 и вынес его на сессию. Доходная часть 8 миллиардов 340 миллионов гривен. Структура формирования казны претерпела серьезных изменений по сравнению с прошлым годом. Об итогах последнего исполкома в нашем сюжете. Доходная часть бюджета 2018 года 8 миллиардов 340 миллионов гривен. Затратная 8 миллиардов 14 миллионов гривен. В документе не учтены межбюджетные трансферты на государственные программы соцпомощи. В следующем году сократится медицинская субвенция на 21%. Это связано с реформой системы здравоохранения. Теперь первичная медицинская помощь будет финансироваться по государственной программе. А вот оплату льгот населению по жилищно-коммунальным услугам передали местным бюджетам. Снова увеличится и бюджет развития. Объем бюджета развития в данном проекте бюджета предлагается утвердить в размере 2 миллиардов гривен. Если посмотреть динамику, как мы утверждали бюджет развития при формировании бюджета на протяжении последних четырех лет, то мы видим, что в 2015 году мы стартовали с показателя чуть меньше 500 миллионов. Сегодня мы выходим на 2 миллиарда. По объектному распределению бюджета развития предлагается рассмотреть традиционно, как мы это делали в предыдущие годы, на следующей сессии после утверждения в целом бюджета. В связи с увеличением бюджета развития депутаты Украинской морской партии предложили увеличить и депутатские фонды в два раза. Мы просим рассмотреть возможность увеличения этой статьи расхода депутатского фонда до 1 миллиона гривен на каждого депутата. Депутатский фонд это те деньги, которые каждый депутат может потратить на своем избирательном округе. В ходе работы мы понимаем проблемы, насущные проблемы громады и одесситы. И депутатский фонд дает возможность оперативно реагировать, оперативно осуществлять ремонты, капитальные ремонты, ремонты дорог на той наверенной нам территории. Соответствующая поправка пройдет депутатскую комиссию по финансам, после чего будет вынесена в повестку дня будущей сессии. Вероятно, уже зимний. Готовятся к зиме не только депутаты, но и коммунальщики. Коммунальное предприятие «Городские дороги» докупает посыпочные вещества, хотя в наличии уже имеется 8 тысяч тонн песка и 3 тысячи тонн соли. Также к началу сильных холодов в полной готовности будет находиться около сотни единиц спецтехники. Планируется переоборудовать и подготовить 95 единиц спецтехники грузоподъемных машин и механизмов для работы на магистральных улицах города и для вывозки снега. В том числе 13 единиц техники, приобретенной в 2017 году. Из них три комбинированные дорожные машины «Глобус» большой со съемным зимним оборудованием. Пять комбинированных дорожных машинок «Глобус» средний и также пять передушных ремонтных мастерских для обслуживания остаточных полисов со съемными отвалами для работы в зимний период. Члены исполкома приняли принципиальное решение, куда будет вывозиться весь снег, убранный с дорог. Это поля орошения, буферный пруд на Балковской и шестой километр Авидеопольской дороги. В целом, чиновники положительно оценили подготовку к зимним холодам и обещают, что больших проблем с движением на улицах города не будет. Константин Гречан и Денис Рудь, телеканал Репортер. Городской голова Геннадий Труханов прокомментировал недавние обыски у него дома и в здании Одесского горысполкома. По словам мэра, действия детективов Национального антикоррупционного бюро были вполне законными. Также городской голова отметил, что готов к сотрудничеству с антикоррупционерами. Для того и существуют правоохранительные органы. В данном случае мы говорим о Национальном антикоррупционном бюро Украины, которые в рамках своей компетенции проводят работу. Я считаю, что это абсолютно нормальный процесс контролировать работу государственных органов, органов местного совправления, чиновников. Поэтому, если есть вопросы, если есть желание проверить и проконтролировать принятие решения Одесским городским советом, деятельность меня, как Одесского городского головы, я открыт для общения, я открыт для дачи любой информации, любых данных, для того, чтобы была проверка и сделаны выводы. Сегодня в Одессу приехал министр социальной политики Андрей Рева. Он посетил Центр профессионально-технического образования. Чиновники устроили экскурсию по учебным классам и ознакомились с материально-технической базой учреждения. Также киевский гость пообщался со слушателями разных курсов. Министр считает, что в эффективных кадрах должен быть заинтересован, прежде всего, сам работодатель. Мы будем работать с работодавцами, чтобы они сразу понимали очень простую речь. Если вы хотите сберегать кадры и зацикавливать их в том, чтобы они развивались и качественно работали, нужно давать гидную оплату работы. Я считаю, что, например, по работающим специальностям, таким, как токаря, фрезерувальники, слюсари, электрогазозваривальники, стартовая цена рабочей силы по закінчению профтех нашего заклада должен быть не меньше 10 тысяч гривен на месяц сегодня. Достичь такого уровня оплаты, по словам министра, реально. И для этого правительство постепенно увеличивает размер минимальной оплаты труда. Если, условно говоря, будет 3700, то средняя зарплата должна быть ну никак не меньше 7-7,5 тысяч гривен. И если взять сегодня среднюю зарплату по Украине, то приблизительно такой показатель сьогодні есть. Но мы ожидаем, что до конца года уже в грудь месяце цей показатель будет за 8 тысяч гривен. А по году десь будет 7100. Если мы такими темпами будем рости и дальше, то протягом 3-4 лет мы выйдем на среднюю зарплату в Украине где-то 500 евро. А это уже что-то. Это то, за чем люди сьогодні едут в Польшу. Нехватку рабочих кадров в Украине, по мнению министра, можно будет решить исключительно экономическими решениями. Тем временем в службе занятости говорят, что уже сейчас среди обучающихся в их центрах растет доля тех, кто получил высшее образование. 30% у нас навчается, переквалифицируется тех, кто имеет высшую обучение. Тобто, уявите себе, заканчивали вуз, потратили кошти батьки, были какие-то сподевания в молодой человеке, а после этого она приходит и получает рабочую профессию. А очень проблема проста, потому что юристов, менеджеров, экономистов настолько много, что на рынке в работе нет такой достатной количества профессий. После министр социальной политики Андрей Рева совместно с мэром Одессы Геннадием Трухановым посетили прозрачный кабинет в территориальном центре оказания административных услуг. Реконструкция помещений Киевской райадминистрации завершится до конца года, если из госбюджета для этого поступят запланированные средства. По словам чиновников, проект и экспертное решение уже готовы. Прозрачный кабинет на первом этаже был открыт еще в январе. Там оказывают 267 административных услуг. Сейчас идут ремонтные работы торца Киевской райадминистрации и офисов на втором этаже. «Конечно, насчет оборудования, мебели и обеспечения надеемся на…» «У нас написано, у нас 15 миллионов подусмотрят проект, да?» «Да». «То есть сейчас нужно в соответствии с этим постановлением, ваше письмо, проект, экспертная экспертиза и решение сессии, то, что мы создаем это». «Двадцать числовных сессий, департамент?» «Мне вопрос. Значит, пожалуйста, в ближайшее время подавайте документы. Я думаю, что мы очень быстро от этого сейчас рассмотрим». Также в ходе визита министр соцполитики посетил департамент оказания админуслуг на улице Косовской. Система обслуживания граждан в прозрачных кабинетах внедряется и в других городах Украины. Сироти из «Авангарда» подарили квартиру. Ключи Лили передал министр социальной политики Андрей Рева. Осматривая новое жилье, девушка не смогла сдержать слез. Раньше в небольшой квартире она жила с бабушкой, тетей, крестной, двумя двоюродными братьями и сестрой. Жилье девушка ждала несколько лет. «Очень долго, но я рада, что еще мне 50 лет стою, а уже все. И так все это быстро получилось. Я очень благодарна». Официальная точка в семилетнем судебном деле Грациотова. Выше специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал семье погибшего Романа Трачева и оставил в селе оправдательный приговор Приморского райсуда. Об этом в соцсетях сообщила мать Грациотова Елена. Вячеслава Грациотова более чем 7 лет подозревали в превышении мер безопасности. Теперь семья Вячеслава планирует обратиться в суд с иском о моральном ущербе. По закону такая компенсация должна составлять не менее одного минимального размера зарплаты за каждый месяц под следствием. А это почти 270 тысяч гривен. В Подольском районе четверо мужчин обокрали и избили своего друга. Полиция задержала молодчиков по горячим следам. Как рассказал пострадавший, задержанные его близкие друзья и он не подозревал об их намерениях. После дружеской встречи мужчина заметил, что из его дома пропал компьютер и другие ценные вещи. Вместо объяснений четверо парней жестоко избили лучшего друга. На место была направлена следственная оперативная группа Подольского отдела полиции, которая в процессе первоначальных мероприятий установила приметы подозреваемых и марку автомашины, на которую они скрылись. Дежурным Подольского отдела полиции были посмотрены камеры видеонаблюдения, которые были установлены. В рамках программы «Беспечная подельщина» и установлена автомашина, что она ушла в сторону села Соболевки. По данному факту открыто уголовное дело. Четверым задержанным грозит срок от 4 до 8 лет. Сегодня исполняется ровно год со дня трагического ДТП на Преображенской, когда ночью BMW X5 под управлением 21-летнего Магомеда Берсанова столкнулся с двумя автомобилями и влетел на остановку, где находились люди. Тогда погибло два человека. Виновного разыскивают, его местонахождение неизвестно. Обвинуваченный, а самим водой, который перебывал за кормом вказанного автомобиля, находится в розшуку. Его местонах не установлено, так как особа скрывается от следственных органов. Досудовое расследование остановлено на пункте 2 ст. 280 КПК Украины. На данный час, пока не установлено местонах перебывания подозрюванного по данному криминальному проведению. Фактично, предъявлено ему подозри в чине данного криминального правопорушения унеможливлюється, в связи с чим неможливо принятие концевое решение по данному криминальному проведению. Слідчими органами, саме безпосередньо, группа и слідчие, которые принимают участие в расследовании данного криминального проведения неодноразово. В периодичности, певним часом подавиться заплаты до органов прикордонных служб и других органов, что до установления пересекания территории Украины, въезда-въезда за территорию Украины и, возможно, данного подозрюванного особи. Под областной прокуратурой рыбаки Днестровского лимана устроили митинг. Акция «Стоп коррупции» нацелена на привлечение внимания к браконьерству в Одесской области. Рыбаки четырех предприятий и представители одной из общественных антикоррупционных организаций города требуют от прокуратуры внесения конкретных фактов нарушения закона представителями рыбоохраны в единый реестр досудебных расследований. Следующими органами начальника областного управления Держа рыбоохраны и Юрчука. Митингующие рассказывают, что некоторые предприятия получают от Госрыбоохраны разрешение на вылов в больших количествах. При этом они не проводят зарыбление, что приводит к уничтожению рыбных запасов лимана. «Каждый, кто захочет, будет раздавать эти разрешения на невода. Одному дали, второму дали. Люди ходят годами, работают. Сейчас пришли, забашляли, дали разрешение. Второй пришел, забашлял, дали разрешение. Вот эти, что записаны, они берут бабки в карман, а люди годами работают. На лиман ходят, всеми кормят. Сейчас пришла еще одна бригада. Завтра придет третья бригада. Один ушел на больничку, другой заснул, третий пришел, набил карман, ушел». К митингующим вышел представитель прокуратуры и после проведенной беседы с рыбаками принял официальное обращение. Кроме того, прокуратура предложила провести рабочую встречу для решения основных вопросов. «Сейчас мы уже провели предварительную встречу с представителями общественности, людей, которые пришли с сегодняшней проблемой, вникли в суть вопроса. Сейчас предложено даже дополнительно провести рабочую встречу с руководством прокуратуры области, чтобы дополнительно оговорить все моменты, изложенные в заявлении». 29 октября в Одесской области пройдут местные выборы, которые завершат процесс объединения территориальных громад. Всего в регионе их будет 11. Аналитики Комитета избирателей Украины подвели итоги предвыборной кампании в регионе. Так, из 50 существующих в Украине партий в выборах приняли участие лишь 16. На должность городского, сельского и поселкового Голов выдвинул свою кандидатуру 41 человек. 26 из них – самовыдвиженцы. Также не обошлось на текущих выборах без кандидатов-двойников. Подобный случай был зафиксирован в Куяльницкой громаде. Всего было зарегистрировано полторы тысячи кандидатов, из которых мужчины составляют большинство. «Основная тенденция на текущих местных выборах в объединенных территориальных громадах в Одесской области – это повышение, общее повышение интереса политических партий к процессу. На нынешних выборах в ряде ОТГ у нас есть случаи распространения продуктовых наборов, есть случаи предоставления скидок на поставку газовых баллонов жителям, но при этом нет никаких признаков агитации. Соответственно, в данном случае нам бы хотелось обратить внимание в первую очередь кандидатов, что такую деятельность на период выбора все-таки нужно прекращать, потому что даже несмотря на то, что она происходит без агитации, особенно на местном уровне, избиратель в любом случае это будет воспринимать как призыв к голосованию именно за этого человека, потому что он хороший, потому что он помогает. Сегодня в Киеве прошел первый трансатлантический форум, который посвящен вопросам взаимоотношений Украины с НАТО и с западными партнерами. Форум состоялся по инициативе немецкого фонда маршала и фонда Бумбураса. По словам министра иностранных дел Павла Климкина, внедрение НАТОвских стандартов является основным приоритетом для развития Украины. Он также добавил, что евроинтеграция и НАТО – ближайшие основные цели для нашей страны. Сенс в том, чтобы Украина приедалась до НАТО и наша цель однозначно – это приеднатися до НАТО в будущем, потому что мы поддерживаем наши общие ценности. Мы понимаем, что единственный сенс нашего будущего в том, чтобы продолжить поделять эти ценности, но также поделять ответственность и быть солидарными, осознавать, какой тяжелый на нас, но также осознавать сенс нашего будущего. И вот этот сенс приводится к тому, чтобы стать частью свободного мира, чтобы Украина была европейской и демократической страной. Организаторы планируют сделать форум ежегодным и таким, который сможет объединить политиков и экспертов из Европы, США и Украины. Цель – формирование трансатлантической повестки дня и обсуждение актуальных проблем безопасности. КОНЕЦ ПОНЕЦ КОНЕЦ 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 Финальной точкой путешествия станет Мексика. Велосипедист преодолевает в суровых условиях более 7 тысяч километров за полгода. Также за плечами Одессита велопутешествие по Африке и велопробег от Одессы до Сингапура. Одесский черноморец вылетел из Кубка Украины от клуба второй лиги. На выездной матч против Днепр СК-1 наставник моряков выставил экспериментальный состав. Место в воротах занял новичок Андрей Федоренко. Также на поле вышли Политила, Мусолитин, Третьяков и Каверин, которые последние матчи провели в запасе. В первом тайме команды обменялись несколькими моментами, а после перерыва хозяева дважды проверили каркас одесских ворот. Основное время завершилось без голов 0-0. В экстратайме уже нападающий гостей Денис Васин попал в перекладину, но дело дошло до серии 11-метровых. Команды нанесли по 9 ударов и если игроки Днепра не реализовали одну попытку, то одесситов не забили защитники Евгений Мартыненко и капитан Клюлька. Счет в флотереи 8-7 и дальше идет Днепр-1. А Черноморец свою следующую игру в чемпионате сыграет дома в понедельник против Мариуполя. Начало матча в 7 вечера. И на этом все. Оставайтесь с репортером. До скорого.